мур привет друг это зверько очень много сыпется вопросов про кто бы мог подумать про лол вайлд рифт начну с небольшой истории а уж потом фанаты лол начнут от меня отписываться вкратце я четко видел как появлялся жанр мобы потому что в свое время с удовольствием играл в салонах в варкрафт 2 и участвовал в чемпионатах да вот такое старый варкрафт 3 добавил стратегию развития главного героя и начали появляться пользовательские карты по типу tower defense эволюция рпг и это было клёво уникальный опыт также дала карта defense of incense где-то в середине 2003 года и это карта от еул стал основателем целого жанра моба кстати мои первые гайды публиковались тогда на сайте первой же полноценной игрой а не приложением была игра demigod 2009 года я не фанатил за направление мобы но как соревновательное развлечение вполне устраивало кроме demigod я играл герои шторма кстати очень динамично и командно зависимая игра dota 2 смайт а весом нац это 2d моба довольно забавно я сайт использовал как личную записную книжку для билдов персонажей и меня узнавали в игре по этим билдам и конечно лол так вот что мне в нем не нравилось на компе он для меня дико медленный путь от фонтана к краю карты на самый верх или самый низ занимает чуть ли не большие минуты при наличии этапок сами герои двигаются словно в воде урон не чувствуется то есть поливаешь противника скиллами отнимается у него капли экономика меня вообще раздражала тьма предметов на фарм притом сам фарм происходит крайне медленно и обязывает торчать на линии или носиться по лесу однажды я заснул пока бил башню из плюсов есть интересные механики навыков так вот тут подходим к плагиату большинство навыках в играх так или иначе пересекаются то есть очень похожи и неважно моба игра или нет когда риоты судились мунтун они доказали плагиат образов взятых слов например гарен и тигрил мужик здоровенных латах и с мечом такого рисуют просто везде мунту наплатили штраф и изменили внешность персонажей хотя я играл во все моба на мобилах я видел персонажей полные копипасты слова но с ними не судились поскольку компании маленькие и видимо нечего взять с них кстати тот же персонаж вуконг другое имя сунь укун это персонаж эпоса и фигурирует в очень многих играх и его навыки отображают его умения в книге почему же я выбрал из всех игр мобайл legends здесь качественно проработан темп игры и экономическая составляющая но многие игроки просто завидев схожие картинки начинают считать что точно такая же игра это как сравнивать ладу и тойоту там и там машина пока не заглянешь внутрь а лучше сядешь и поедешь что меня удивило в лоле это долгий подбор противников для столь популярной игры из-за силе режима против ботов где почему-то играют достаточно много опытных игроков вот какой-то интерес сидеть что я думаю по поводу выхода лол в адрифт да это же просто офигенно как не посмотри я надеюсь появится стоящая конкуренция и мунтун возьмутся еще больше за качество и проработку героев кроме того судя по трейлеру лол останется таким же неспешным и туда перейдут игроки которые просто не успевают за темпом моблы и они переместятся на комфортный для себя уровень игры буду ли снимать лол вот это сложный вопрос пока что у меня нет на это ни времени не интереса а потом посмотрим в любом случае это будет на отдельном канале чтобы не засорять тебе ленту новостей youtube и только если игра мне понравится а для этого нужна динамика ну и теперь когда фанаты лола от меня отписались хотя подписывались на млб забавный автоп напоследок отдел маркетинга взяли часть ролика ответы на вопросы по маша и использовали для рекламы довольно забавно выглядит как по мне что я почувствовал радость мы добивались это мы три года компенсировали мозги но болели все за кощея потому что коще это нежить а нежити не хватает в нашей игре но можете ее не ждать почему объясню в подкасте но красивая девушка маша тоже вполне подходит играть mobile legends bang bang сейчас надеюсь я ответил на большинство вопросов если что пиши в комментариях и я отвечу на следующем подкасте чтобы не пропускать ролики подписывайся на канал и я жму твою чудесную лапку удачи друг мертвый отряд они жили чтоб победить что любого то уже не убить удачи